Обматеривший прихожан мечети чиновник отделался штрафом. Форум арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии. В России убит очередной трудовой мигрант из Центральной Азии. Герой нашумевшего видеоролика из интернета вновь приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Как и следовало ожидать, отделавшись незначительным штрафом в размере 500 самоний, чиновник, обматеривший прихожан одной из мечетей района Рудаки, остался при своей должности. Это далеко не первый случай, когда чиновники и сотрудники силовых структур отделываются мелкими штрафами или выговорами за резонансные факты оскорблений соблюдающих свою религию жителей страны. Все это указывает в первую очередь на отношение режима Рахмона к народу. То есть данные прецеденты не являются случайными ошибками отдельных лиц, занимающих какие-либо должности в органах власти. Напомним, что недавно в интернете появилось видео, на котором зафиксировано, как главный специалист отдела религии, упорядоченная традиции и обрядов поселка Чоряк-Корон, района Рудаки, Шакир-Халдоров, в грубой форме с использованием нецензурной брани оскорбляет прихожан мечети, требует закрытия мечети. Также, на слова прихожан, что они пожалуются на него, он с уверенностью отвечает «Идите и жалуйтесь, куда хотите, всех вас объявлю салафитами». Видимо, чиновник заранее был уверен в безнаказанности своего поступка. Открывая второй форум арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном, президент Таджикистана Эмамали Рахмон выступил с заявлением. «Безопасность в арабских странах является ключевым фактором стабильности в мусульманском мире», — сказал он. «По его словам, Таджикистан еще в 90-х годах прошлого столетия пережил события, происходящие сейчас в Сирии, Йемене и Афганистане. Мы должны быть сполочены и поддерживать друг друга не только политико-экономически, но и технологически», — подчеркнул Рахмон. В форуме приняли участие представители 22 стран страны ЛАГ, Лиги Арабских Государств, страны Центральной Азии и Азербайджан. Также Рахмон не упустил возможности напомнить о так называемой братской помощи. Эмамали Рахмон предложил создать специальный фонд, который должен пополняться за счет взносов развитых арабских стран. Собранные средства, согласно идее таджикского президента, при необходимости должны быть направлены на поддержку развивающихся мусульманских стран. Глава Таджикистана отметил, что в европейских и американских банках лежат миллиарды долларов богатых арабских стран. Он призвал направить небольшую часть из этих средств на поддержку развивающихся мусульманских стран. Однако, отметил Эмамали Рахмон, эта поддержка должна быть бескорыстна. Первый форум арабского экономического сотрудничества состоялся в мае 2014 года в Арияде. В Москве за непонравившуюся стрижку за 200 рублей убит парикмахер, трудовой мигрант из Узбекистана. Убитому Дастану Адхамову было 24 года, он работал парикмахером. 13 октября в парикмахерскую пришел молодой мужчина, после стрижки мужчина отдал ему 200 рублей и ушел. Однако вернулся на следующий день и заявил, что ему не понравилась стрижка, на что Дастан согласился перестричь его. Но и в этот раз мужчина остался недоволен и вытащил парикмахера на улицу и заранее принесенным шампуром нанес три удара в сердце. При этом он возвращался назад, чтобы добить жертву, однако молодой человек упал сам. Он умер до приезда скорой помощи, а убийца спокойно ушел. Никто из прохожих, как это видно на видео, не попытался ни остановить расправу, ни задержать уходящего с места преступления убийцу. Вот уже на протяжении двух десятков лет из-за неспособности правителей стран Центральной Азии обеспечить свой народ достойными условиями для жизни и возможностью к заработку, жители региона вынуждены в поисках пропитания выезжать на трудовую миграцию, в основном в Россию. И в силу враждебной политики российского режима сегодня по отношению к мусульманам, мигранты из Центральной Азии все чаще оказываются брошенными собственным правительством на произвол судьбы. Тысячи из них ежегодно оказываются убиты, и со стороны правителей стран региона не слышно ни одного официального заявления на этот счет. Продолжение следует...